Приветствую вас, вы знаете, вот первая мысль, которая у меня возникла, это то, что вы в целом достаточно тревожный человек, понимаете, какая штука. Вот появилось у меня такое впечатление, что вы тревожны, вы тревожны, сам по себе, тревожны. Вот. Это первое. Второе. Мысли ваши появились, я думаю, не случайно. Вот. То есть, я думаю, что у этого, у ваших мыслей, есть основания. Да. То есть, может быть, вы боитесь, например, чего-то. Да. То есть, может быть, вы боитесь, к примеру, расстаться с девушкой. Может быть, вы боитесь, к примеру, ее потерять. Я не знаю. Ну, может быть, вы боитесь ее потерять. Вот. И, соответственно, если вы действительно боитесь девушку, вот, потерять, да, то, на мой взгляд, вам надо бы заседавать этот момент. В момент, то, что вы боитесь потерять отношения, вам нужно для себя это преследовать. преследовать, а с чем, собственно говоря, страх связан, вот, с чем связан, потому что вы боитесь потерять девушку, что, собственно, для вас, например, девушка в таком случае значит, вот, и заинтересованы ли вы в ней, или заинтересованы в большей степени в отношениях с ней, как вы, вот, сказали, как вы, вот, описываете. В какой-то степени это разный момент совершенно, и смотреть нужно все-таки вот в этом направлении. Дальше, если вы читали про стадии, если вы читали про любовных стадий, то вы должны знать, что в начале у людей бывает, как правило, влюбленность, сначала у людей бывает страсть, и после этого чувства становятся более спокойными, вот, более такими, я бы сказал, ну, более размеренными, вот, и, соответственно, нужно в этом направлении уже двигаться, вот, то есть, ну, в направлении вот именно того, что, чтобы в отношениях было что-то помимо в отношениях было что-то помимо влюбленности, но вот у вас, ну, к сожалению, этого нет, по крайней мере, я не увидел. И здесь, на мой взгляд, можно было бы поднять вопрос о том, что общего между вами и девушкой, что вас объединяет, что вас связывает, вот, и так далее. То есть, это тоже достаточно важный момент, на который нужно обратить внимание. Ну, и, соответственно, вы здесь чего-то боитесь, вы, как я сказал, привозите все вас, ну, в какой-то степени, я боюсь, что несколько нереалистичные представления об отношениях, вот, несколько нереалистичные представления об отношениях, потому что, ну, потому что, все время поддерживать отношения на, вот, уровне, определенном уровне, да? Не важно, не важно, не важно, вот, и, на мой взгляд, ну, жаль, достаточно жаль, что вы, вот, как бы, как будто бы этого не понимаете, вот, как будто бы в этом вы себе не совсем отдаете отчет, вот, то есть, тут, идея именно в этом заключается. В том, что, вот, вы пытаетесь, ну, грубо, грубо, грубо говоря, придерживаться какой-то, вот, модели, вашей модели, отношения, которые есть у вас в сознании, вот, но это работает немножечко не так, это работает немножечко по-другому, это работает так, что у всех людей происходит изменение, вот, а у меня такое ощущение, что вы, именно вы, перемен, ну, вероятно, боитесь, вот, вы боитесь перемен, но вы, ну, вы опасаетесь вот этих самых перемен, и, вероятно, проблематика в этом, в этом, в том числе, что вы, вот, хотели бы все контролировать, хотели бы, чтобы все было идеально, вот, а идеально не бывает, здесь, вот, а, значит, но вы можете, а вы можете, вы можете приблизиться, а, к тому, чтобы все было идеально, для этого вам необходимо всего лишь, вот, обратить внимание на то, что общего между вами и девушка, если общего будет достаточно между вами, то, вот, если общего между вами будет, а, ну, в достаточном количестве, то, в таком случае вы можете сохранить, а, отношениях, можете сохранить характер своего взаимодействия на, ага, в таком уровне, чтобы, ну, грубо говоря, эм, устраивало бы вас, да, и, чтобы устраивало бы и девушку тоже, вот, Сейчас, вот именно сейчас, на данный момент, на данном этапе, вот, ситуация выглядит просто так, что вы пытаетесь насильно отношения сделать, вот, какими-нибудь хорошими. Что-то подсказывается, что они могут, в общем-то, быть неидеальными, вот, что неидеальные отношения, это нормально, так же, как и сама природа человека, да, вот, это нормально. То есть, может быть, вам имеет смысл принять собственную недельность, вот, чего сейчас вы сделать не можете в целом. И дальше уже ситуация будет, ну, различаться в лучшую сторону от того, что есть сейчас. Вот такая вот история здесь. Подумайте, мне увеличиваете ли вы искусственную значимость отношений для себя? Вот именно вы. Потому что мне, опять же, показалось, что в этом направлении, ну, выдвигается в этом направлении. Так вы заменяете свои жизненные цели отношениями и другим человеком, вот, становясь таким образом зависимым партнером. Вот. То есть, по факту, вы концентрируетесь на себе, на себе. Вот. Вот. Через, ну, другого. Через девушку свою. Вот. Ну, я не думаю, что это по мере для вас. Позитивные ссоры, я не думаю. А можно ли с этим поработать? Да, можно и даже нужно с этим поработать. Вот. Если вы хотите. Конечно. Вот. Такой ответ. В целом, я могу вам ответить. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация завершится. Продолжение следует. Спасибо за просмотр.